Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 22 марта. День 40 мучеников севастейских. Память святых 40 мучеников. Это случилось в армянском городе Севастии. Полковые вводы Агриколая находились воины числом 40 из Каппадокийской области, которые составляли почетную дружину, благочестиво веровшую во Христа Бога и отличавшуюся непоколебимым мужеством, всегда непобедимую в делах ратных. Их заставили принести жертвы ложным богам. Получив отказ, были жестоко мучимы, им перебили молотом голени. Этот день называли сороки, жаворонковым. Говорили, что на день сороки ночь равна дню и можно весну встречать. В это же время прилетали первые жаворонки. Поэтому хозяйки выпекали специальные булки из овса или ржаного теста, которые по форме напоминали жаворонков. Головки и крылышки смазывали медом. Эти булочки нужно раздавать детям и есть самим, чтобы птицы прилетали быстрее, а значит и весна приходила. С 22 марта начинали считать утренники. Утренние морозы. Они могли продолжаться 40 дней. А потому говорили, что с 22 марта наступают сороки, то есть 40 дней. И если морозы длились в плод до зосима пчельника, это 30 апреля, считалось, что лето будет солнечным и теплым. В этот день молятся 40 мучеников севастийским, чтобы родные и близкие люди целыми и невредимыми вернулись с военной службы. Приметы. Если день сегодня теплый, то 40 дней после будут теплыми. И наоборот, холодными будут, значит, заморозки. Ласточки прилетели раньше к богатому рожаю. Чайки кружатся, ждели дохода. Сильный мороз к хорошему урожаю проса. 16 лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. Семнадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению и поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается энергетики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечный чай и промывающие, и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый, вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить когор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы.